Самолеты сбрасывают с воздуха коробки с гуманитарной помощью на Рафах и Хан-Юнис, где собрались сотни палестинцев, чтобы попытаться таким образом получить хоть какое-то пропитание. В доставке помощи участвуют Египет и Ордания, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Франция. Обычно грузы доставлялись через пограничный переход Рафах с Египтом. Гуманитарные организации, работающие на месте, вынуждены помогать тысячам перемещенных семей, бежавших с севера Газы на юг. Им не всегда удается обеспечить и самый скудный обед. Люди стоят часами в очереди за хлебом. Месяц назад Международный суд потребовал, чтобы Израиль предпринял необходимые шаги для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, обеспечил его жителям доступ к помощи. Но по данным ряда организаций, включая ЮНИСЕФ и Красный Крест, ситуация только ухудшилась. На последней сессии Совета безопасности ООН основное внимание было уделено гуманитарной ситуации в секторе Газа, где воцаряется голод. В ходе обсуждений две правозащитные группы обвинили Израиль в том, что он продолжает блокировать помощь, несмотря на решение Международного суда. Amnesty International сообщает, что число фур с гуманитарным грузом также сократилось на треть. Соглашение о прекращении огня, пока не достигнуто, израильское командование заявляет, что его военные, задействованные в районе Зайтун, города Газа, на севере сектора, на прошлой неделе столкнулись с боевиками Хамас и обнаружили склады оружия. Надежды США на достижение соглашения о перемирии к понедельнику тают. Продолжение следует...